Мой доклад посвящен теме медицинской реабилитации. Эта тема сейчас активно в нашей стране развивается, направление-то развивается, и основные онкологические центры активно этим занимаются. Конечно, ввиду того, что лекарственное лечение, да и вообще лечение онкологического заболевания не стоит на месте, а двигается вперед, мы получаем длительные эффекты нашей терапии, ввиду того, что появляются новые препараты, такие как иммунотерапия, таргетная терапия. Оперативное лечение позволяет нам производить хирургические вмешательства на более ранних сроках, что, конечно, увеличивает и общую выживаемость пациентов, и длительное время беспрогрессирования. Но наше лечение, конечно, оно не безвредное в основном, все равно оно оставляет за собой какие-то структурные нарушения в организме. И, конечно, по европейским стандартам любой онкологический пациент с момента постановки диагноза концептуально нуждается в реабилитации. Эта реабилитация может быть различная, то есть это не только какие-то медицинские интервенции, психологическая поддержка, информирование. В нашей стране это более актуальное информирование больных, потому что информирование больных, адекватное информирование лечащим, врачом, вообще в СМИ избавляет человека, больного человека, которому поставили диагноз, от неверных шагов, неверных поступков, сокращает его, так называемый, диагностический путь до специального лечения. Значит, я здесь привел такой вот слайд, показатель лечения. Мы, конечно, и химиотерапевты, и вообще онкологи, конечно, стараемся равняться на наших американских и европейских коллег. И в оценке качества оказания медицинской помощи по онкологии на втором месте стоит качество жизни, что, конечно, нам развязывает руки, дает нам самое главное обоснование. То есть на любом этапе лечения реабилитация нужна, реабилитация как раз ставит перед собой задачу улучшения качества жизни пациента, решения его различных проблем, будь то медицинские, психологические проблемы, социальные проблемы и так далее. Ну, целью реабилитации, конечно, в нашей работе мы сейчас работаем на основе международной системы классификации функционирования. Это система, которая разработана и внедрена ВОЗ в Европе. Она отражает все, абсолютно все нарушения, связанные с заболеванием и вообще у пациента. То есть отражает какие-то неполадки на работе, в семье, психологический дискомфорт, структурные нарушения. К чему я это говорю? Что в реабилитации, конечно, в основе лежит сам пациент, его переживания и потребности. Реабилитация имеет три этапа. Первый этап реабилитации должен начинаться сразу же после оперативного лечения. Это обычно реанимация, это ранняя активизация пациента. Мы этим в нашем центре активно занимаемся. Наши специалисты приходят в реанимацию. В зависимости от объема оперативного лечения, локализации опухоли, мы проводим ту или иную раннюю активизацию пациентов. Конечно, мы работаем непосредственно с лечащими врачами, хирургами, обсуждаем тактику лечения. Второй этап реабилитации. Это просто стандарт, который во всем мире проводится. Второй этап – это этап стационара. То есть, когда пациент уже из реанимации переведен на стационар, с ним продолжаются занятия инструктора ЛФК по потребности психолога. И третий этап – это санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортное лечение в большинстве своем не противопоказано для онкологических больных, как сейчас у нас обычно в большинстве случаев происходит. Просто тут должен быть онколог, который осведомлен, что будет в этом санаторно-курортном лечении. Да, конечно, если вы прооперированы по поводу меланомы, например, и хотите поехать на какой-то южный курорт в активную фазу солнечного цикла, да, конечно, это нежелательно. Или вы находитесь на терапии, таргетной терапии, где одним из осложнений таргетной терапии является кожная токсичность. И рекомендуется, конечно, пациентам, находящимся на таргетной терапии, пользоваться солнцезащитными кремами, носить солнцезащитные очки и так далее. То есть тут никаких проблем нет, просто эту систему нам бы очень хотелось развивать, и чтобы у пациентов было больше возможности попасть к онкологу, реабилитологу, чтобы получить это разрешение. Дальше же направление дается уже по месту жительства. Здесь я привел пример приказа, на основе которого оказывается вообще медицинская помощь по онкологии. И в этом приказе указана в том числе и реабилитация. То есть реабилитация должна оказываться онкологическим больным на всех трех этапах. Цель реабилитации, я уже сказал, максимально улучшить качество жизни, уменьшить стресс и страдания семьи, создать среду, где главное значение придается личности и роли самого пациента. Несколько слов о медицинской реабилитации. Концептуально она включает в себя лечебную физкультуру, физиотерапию, массаж. Психологическую реабилитацию специально включил, потому что в нашем центре и по стандартам оказания медицинской реабилитации реабилитационные программы формируются мультидисциплинарной бригадой или командой, в которую обязательно входят и онколог, он же может быть и реабилитологом, психолог, инструктор ЛФК, эрготерапевт. И реабилитационные мероприятия, конечно, обсуждаются в команде, вырабатывается реабилитационный диагноз, потенциал. Без психолога мы иногда не можем, потому что некоторые вещи больной нам, лечащим врачам, не скажет. А в беседе с психологом, психолог нам даст какую-то более четкую информацию по пациенту. Здесь я попытался аргументировать назначение, потому что мало, во-первых, специалистов, которые работают с онкологическими заболеваниями, в том числе инструкторов, врачей ЛФК. Здесь надо сказать, что специалисты, вот у нас в центре, врач ЛФК, инструктор ЛФК, они не онкологи, но они, во-первых, работают со мной или с врачом-онкологом, то есть выслушивают какие-то рекомендации по специальному лечению. Также они должны быть, в принципе, посвящены теме онкологии и специфику данной назологии. Здесь я привожу статьи и данные систематического анализа на основе медицинских порталов, где публикуются они для врачей, что ЛФК за рубежом проводится повсеместно. Она, конечно, не влияет на общую выживаемость, но показатели качества жизни, которые проводятся по специальным опросникам, она увеличивает в разы. И там такой проблемой вообще не обсуждается, что можно, нельзя. То есть она показана фактически всем, просто в разном объеме и с умом. Ну, здесь я привел фотографии, как работают наши специалисты в нашем центре. Здесь на фотографиях наш инструктор ЛФК. Массаж. Массаж. Многие пациенты приходят, тоже задают этот вопрос. Массаж возможен. Просто, опять же, когда его проводить? Концептуально любой онкологический пациент, который ко мне приходит на прием как к реабилитологу, первым делом я его принимаю как онколог. Я смотрю его объективность, его контрольного обследования, если он находится в ремиссии. Как часто он это сделал? Если у него нет данных за прогрессирование заболевания, он находится в стойкой ремиссии, или, например, у него имеет место прогрессирование заболевания по поводу опухоли молочной железы, а жалуется он, извините, на отек ног, и если этот отек ног не связан с каким-то метастатическим поражением лифоузлов, почему нельзя ему сделать массаж? Вопрос. То есть по месту жизни обычно в эти вещи недостаточно вникают. Не могу сказать, много таких пациентов, не хочу ничего плохого сказать про своих коллег. Но такие вопросы возникают, проблемы возникают, поэтому привел тоже здесь статью, в которой, в принципе, с доказательной базой, она возможна, массаж возможен для онкологических пациентов. Физиотерапия тоже один из интересных реабилитационных факторов. Физиотерапия возможна. Она не так, конечно, широко применяется, как ЛФК. Она возможна в применении и борьбе с лимфостазами. Это у пациентов после оперативных вмешательств на молочной железе, на гинекологической сфере, при условии отсутствия данных за прогрессирование заболевания. Мы можем применять данные методики. Магнитотерапия, электротерапия, пневмокомпрессия. В нашем центре мы занимаемся этим вопросом достаточно активно. У нас есть аппараты для пневмокомпрессии. В принципе, знаю, что на онкодиспансере на ветеранов тоже этим вопросом занимается. А какой вопрос, какой вопрос, пневмокомпрессия? Пневмокомпрессия, это, ну, если мы говорим о лимфостазе верхних конечностей, да, это, ну, отекает рука, да, лимфостаз. Мы одеваем только специальный рукав, ну, вот. И доктор-физиотерапевт путем не одной там, я думаю, в среднем это 10-15 процедур. При периодическом повышении давления происходит подача воздуха поступательно. И механически отек мы пытаемся выдавить с верхней конечности. Надо оговориться, что данная методика должна применяться только в комплексе. Потому что и с ЛФК, и потому что мы сейчас эту проблему убираем. Если ей дальше не заниматься, она обычно возвращается обратно. Это наш коллектив. Здесь представлены наши доктора. Не все, к сожалению, смогли сегодня присутствовать. В нашей команде есть и нутрициологи, которые занимаются лечебным питанием, подбором психологи. Ну, так, спасибо за внимание. Продолжение следует...